Напомню вам, на чём мы остановились. Мы попытались уйти от объективного линейного времени, который нас преследует. Для этого мы выделили в своей жизни переживаемые нами каким-то образом качественно моменты, не безразличные для нас. Наблюдая эти моменты, собирая их, расширяя поле и область их, мы столкнулись с таким феноменом, как повторение. Тогда, чтобы понять всё это, мы занялись анализом и попытались понять, что такое вообще этот момент, что он из себя представляет. И таким образом, проанализировав его, мы пришли к тому, что момент ещё не даёт нам экзистенциального времени самого по себе. что момент – это как бы только преддверие, это как бы только приглашение нас в какую-то сторону, направиться в некую сторону, направиться в сторону своего собственного интереса, направиться в сторону того, что для нас значимо в переживании. и вот мы добрались до мгновения. Мы попытались перепрыгнуть через пропасть, разделяющую момент и мгновение. Фактически построили какой-то странный и шаткий мостик, который неизвестно, как строится и неизвестно, как по нему переходить, от момента просто к мгновению. На одной стороне этой пропасти мы имеем момент, например, сидит ученик в классе и пытается решить задачу. Это есть какой-то момент. Для него это, допустим, даже значимо. Ну, в каких-то рамках, вы понимаете, да, это взрослый скажет, что это не совсем серьёзно. Ну, если это экзамен какой-нибудь, да, то это уже и серьёзней. Ну, конечно же, понятно, что это не вопрос жизни и смерти. Но всё равно это всё равно имеет какое-то значение для него. И оно тоже может быть окрашено положительными эмоциями или отрицательными эмоциями. Находятся, кстати говоря, такие люди, которые очень сильно переживают события под названием экзамены, вступительные экзамены или выпускные экзамены. Вот. И вот есть момент. Но, имея на руках этот момент, мы совершенно не обязательно попадаем вот туда, куда попадал наш вундеркинд, решающий задачу мгновенную. То есть в ту деталь, которая всё на себя собирает. В это мгновение ока. Мы не сказали, как вдруг из ничего возникает этот хрустальный мостик, который перебрасывает нас от момента к мгновению ока, который, в свою очередь, переворачивает весь наш мир, выстраивает его как-то заново, по другим закономерностям, совершенно иным. Мы попытались посмотреть, почему они иные. Поговорили немножко об этом мгновении ока. Как с ним происходит всё не так. Но наш хрустальный мостик пока остался только вот таким хрустальным мостиком. Мы знаем, что по нему можно пройти. Мы знаем, как поются в песнях, что можно ходить по воздуху. Можно лететь через черноту космоса. От одной звёздочки к другой звёздочке. Всё это мы такое наговорили с вами. Ну, а тут уже в конце концов пора задать нам самим вопрос. Всё-таки как? Как? Как же это происходит? Как происходит эта трансформация? Можно, конечно, сослаться на что-нибудь мистическое. Только какое-нибудь божественное откровение. Смеяться с этого мы не будем, поскольку мы знаем, что в истории человечества очень долгий период именно такие вещи и записывались насчёт божественного, так сказать, откровения. Да и до сих пор ещё записывается в определённых кругах. То есть вот что-то такое, понимаете, сверхъестественное. Вот если он вундеркинд, он там гений, то это от Бога. То есть это дан какой-то вот такой вот задаток человеку, Божий дар. Вот с ним происходит, а вот со мной не происходит. Так же? И тут уже ничего не поделаешь. Или вот не было-не было с человеком ничего такого подобного. И вдруг озарение Божие и всё такое прочее. Тоже неизвестно откуда, неизвестно куда, неизвестно почему. Ну, конечно, можно этим ограничиться. Или можно там отправиться к иррациональным силам в человеке. Вот куда только они отправляются за ответом на этот вопрос. Говорят о том, что запасы иррациональных сил закончились, но он умеет переходить в какой-то другой режим, да, высвобождать в себе какие-то иррациональные штуки. Вот. И через этот хаос там, собственно говоря, ловит какой-то творческий момент. Я, конечно, утрирую, но есть и такая тенденция так объяснять, да. Через какое-то там бессознательное можно объяснять, можно через иррациональные силы в человеке объяснять. Массу, как говорится, вариантов. Но мы подходим к тому, что поскольку мы рассматриваем всё-таки Хайдеггера, мы рассматриваем экзистенциальную философию, то как же на этот вопрос отвечает нам экзистенциальная философия? И я вам сказала о том, что вообще-то экзистенциальная философия в основном только на этот вопрос и отвечает. Даже то, что мы с вами сейчас вот рассматривали перед этим, меньше встречается в трудах экзистенциальных философов. Это ещё нужно накопать, это ещё нужно нарыть, да. У Керкигора, у Ницше, но они-то не совсем наша современная экзистенциальная философия. А вот наша современная, она вот пошла вот по такому пути, она как раз отвечает, как же строится этот кустальный мостик. Насколько удачно она на это отвечает, ну, мы сможем оценить только, когда с этим познакомимся. Так вот, давайте с этим же начнём знакомиться. Значит, я уже забросила первые, так сказать, межи какие-то, да, уже чуть-чуть там сделала некоторую разметку и проговорила о том, что для Хайдеггера всё это базовым образом выстроено на в таком экстазе времени, как будущее, то есть чтобы наступило будущее. Мы уже с вами выяснили, что оно просто так, само собой, не наступает, да. Учтите, что всё это нужно держать именно в этой связке. Просто так будущее наступает только там, для вот этой линейки времени. Само собой, лежите вы на диване там, плюёте в потолок, или трудитесь, или работаете, или поехали в отпуск, а будущее, оно, будущее, оно просто берёт и само по себе наступает. Куда оно наступает, зачем оно наступает, вот, никому не понятно. Мы только можем смотреть, да. Ещё мы можем делать, конечно, какие-то планы, вот, исходя из своего собственного разумения. Ну, вы сами прекрасно все знаете, что человеческие планы сбываются на самом деле крайне редко. Я имею в виду те планы, которые устроит человек, не по поводу объективных процессов, ведь последние можно закономерно как-то ещё уловить, да, а по поводу самого себя, таким, каким он себя видит там, и как он себя хочет в будущем видеть. Вот они почему-то редко сбываются, да. Так что наше проецирование собственного будущего, оно подвешено непонятно в чём. Мы его, то гадалка, там отдаём, да, провисателям, вот, то, как бы, пытаемся загнать в какую-то железную волю собственного выстраивания. Железный человек сам выстраивает свою жизнь. Вот. Как одно, так и другое, конечно, печально и плаченно. Ну, а Хайдегер говорит о том будущем, которое само собой никогда не придёт. Вот этот момент мы обязательно, ну, должны чувствовать, просто таки, всеми фибрами души, что речь идёт не о всяком будущем, а о том будущем, которое будет твориться вами. то есть, которое творится самим человеком. Если он ему не сотворит, такого будущего вообще не будет. Хайдегер называет его настоящим и наступающим. Название, ну, хотя и режет наш слух, поскольку будущее, настоящее, прошлое, ну, так уже вцементировались во все клеточки нашего тела, мозга и чего угодно, что любое другое название будет нам резать, конечно же, слух, и оно режет, но на самом деле оно не такое уж и необычное, да, потому что мы же говорим, что будущее наступает, да, и вполне спокойно это, к этому относимся. Вот, Хайдегер предлагает просто сосредоточиться именно на этом, что оно наступает, то есть, это наступающие или настоящее, так, но ведь смысл-то они в конечном счете он не в названии, вот, новые названия придуманы только для того, чтобы не совершалась автоматическая подстановка того, что мы хорошо знаем, вот, в то, что следует еще только открыть, для того, чтобы немножко шокировать, потрясти и сдвинуть в сторону. и не в том смысл, основной смысл хайдегерской мысли, что, мол, речь идет о чем-то движущемся, что будущее это вот не просто какой-то там зафиксированный момент, который придет когда-нибудь, в этом смысле, в этом смысле хайдегер подчеркивает, что да, будущее, как будущее, как такое, какое он берет, наступающее, оно уже здесь и сейчас вот происходит, да, это важно, это важно, что оно вот сейчас происходит, будущее происходит сейчас, дальше оно будет только проявляться и разворачиваться, а решается оно происходит сейчас, да, это важно, но все-таки самый важный момент, на мой взгляд, заключается в том, что не в том, что будущее далеко от нас, не в том, что будущее недалеко от нас, вот здесь, у нас рядом, а в том, что это будущее, которое делаем мы сами, вот без нас его вообще просто не будет, даже и там далеко-далеко, вот, а если мы вот сейчас его делаем, сами производим, то оно будет и сейчас, и далеко-далеко, ну, хорошо, и вот это наступающее хайдегер берет через решимость, вот на этом моменте, кажется, забросив такие, так называемые, первые, так сказать, вершочки-корешочки, мы и закончили нашу предыдущую лекцию, да, давайте теперь немножко это разберем, конечно, когда мы подойдем к чтению второго раздела по парахрафам, а я все никак не могу к нему подойти, но все претензии, которые могли бы мне быть предъявлены по поводу того, что когда же начнется наконец-то хайдегер, я решительно отметаю, поскольку я хочу, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, да, если не сделать вот такую вот извините, пропедевтику, ой, если ее не осуществить, то мы не будем понимать, о чем мы говорим, так что для кого-то, может, это будет чересчур затянуто, но ничего поделать не могу, я продолжаю эту нашу пропедевтику, значит, опять же, мы проходим все это пока в общем виде, мы не берем конкретные хайдегерские фразы, когда начнем рассматривать параграфы, будем их брать, сейчас я вам только рассказываю все эти элементы, чтобы у нас в нашей пропедевтике сложилась более-менее стройная картинка, и так решимость, но хорошо, что хайдегер нам говорит по этому полу, что человек должен решиться на самую свою возможность быть, но здесь, читая вот такие строки, мы невольно попадаем в какой-то такой странный порочный круг, так нам нужно решиться на свое собственное умение быть, вот как это звучит, но если у нас это умение быть, то есть знаем ли мы вообще, на что нам надо решиться, имеем ли мы хоть какое-то представление о том, на что нам надо решиться, речь идет об умении быть, значит надо уже уметь быть, ну конечно мы можем сказать каждый из рожденных на белый свет практически там может за каким-то редчайшим исключением тех, кто отсталый там по каким-то данным по своим физиологическим и так далее, вот каждый человек вроде бы как-то умеет быть, да, ну тогда мы о чем говорим, он умеет быть и в силу своих собственных так сказать силенок и в общем-то и как-то это и умеет, вот, но почему же у него не получается вот этого мгновения ока, да, почему же у этого лентяя, сидящего на задней парте не получается решение задачи, не просто там какой-то жизненной задачи, а вот даже математической задачи. Умение быть какой-то у этого лентяя тоже есть, но почему не возникает решимость умения быть? может он уже удовлетворен или в чем проблема? Или как вообще возникает эта решимость? А с другой стороны непонятно тогда, когда человек действительно не испытывает какого-то дискомфорта от своей жизни, да, вот, и ему сто процентов неясно к чему его вообще призывают, да, ну, если ему там говорят, у тебя там какая-то скрытая, латентная недовольство жизнью, до него что же еще нужно добраться, и так далее, то есть вот эта формула, которую мы конечно же признаем верной, вот, что решимость это всегда решимость на свое собственное умение быть, на свою самую-самую подлинную возможность умения быть, но все же мы тут останавливаемся немножко в некотором недоумении, вот, и недопонимании, ничего не ясно, когда это происходит, почему это происходит, куда это происходит, вот, что в этом плане рассказывает нам экзистенциальная философия, она говорит, что человек, мол, сам по себе себя наружу особенно не вывернет, вот, поэтому есть такие так называемые модусы нашего существования или, скажем так, экзистенциалы настроений, вот, и мы их уже перечисляли, они имеют все негативный характер, которые помогают нам освобождаться от неподлинного существования и подталкивают нас к подлинному существованию, но страх, там, ужас, допустим, тоска, отчаяние, там, по тому же самому, кем, к горлу, в конечном счете в корне смерть, вот, но и это даже еще не совсем нас удовлетворяет, во-первых, сколько бы они не были обоснованы, вот, такие модусы настроений, их можно назвать встречами с ничто разного характера и разного рода, то есть, человек встречается с ничто, значит, встречается с какой-то границей своей собственной, да, и только встретившись со своей собственной границей, он, в общем-то, и получает возможность ее как-то переступить, да, но все-таки все это звучит действительно как-то мрачно, например, для философии жизни, а есть еще и таковая, и она, в общем-то, исторически даже опережала экзистенциальную философию, то есть, это вот Дильтея, философия Дильтея предшествовала и Гусерлю, и Хайдегеру, и, в общем-то, оказала большое влияние на Гусерля даже, мы знаем, что Гусерль в определенное время заговорила о некотором жизненном мире, вот эта философия жизни, она особенно напирает на то, что вообще-то, почему только негативные модусы, ну, понятно, что мы должны пройти через какое-то ничто, но все-таки что-то ощущается не совсем верное, поскольку мы знаем, что и определенным образом, и какое-то очень положительное событие в нас может тоже нас перенести в иное измерение, да, таким образом переносится в иное измерение поэты, даже и философы, там, творческие люди, музыканты, живописцы, писатели, да, обыкновенный человек тоже может, в общем-то, радостью как-то быть вырван из того, что он считал привычным существованием, и перенесен какое-то мгновение окон, или это не так, или мы ошибаемся, или все-таки нужно обязательно пройти через вот эту ничтуйность, которая выглядит, конечно, не симпатично, но, к сожалению, является обязательным фактором, ее никак не обойти, именно через нее нужно и осуществлять движение. И вот в таком круге вопросов, вот в таком круге проблем, где философия жизни очень тесно примыкает к философии экзистенциализма, можно сказать, так сказать, подпирает в ней даже бока, дышит с затылок и спину, требует все-таки каких-то прояснений. Вот в такой ситуации мы находимся и по сей день, и давайте попробуем сейчас сами маленько во всем этом разобраться и посмотрим, что мы сможем сказать по этому поводу. я предлагаю снова начать с примеров, потому что если мы сейчас зациклимся вот на только на всех этих собственных, несобственных возможностях, умениях быть, мы, конечно, будем все это красиво говорить, вот, но так и не сможем увидеть, что же там действительно происходит. А давайте возьмем какой-нибудь самый невыдающийся пример, где нет великих громких имен, где нет какой-то зафиксированной исторической фактичности, как, например, в случаях того же Керкигора, или Декарта, или самого Хайдеггера, или каких-то известных нам личностей, на которых нам крайне удобно рассматривать дизайн. А мы возьмем и попробуем рассмотреть этот дизайн буквально в гуще в потоке жизни, так, как он происходит именно в потоке жизни, не через теорию, не через выдающиеся культурные способности. Посмотрим, что там происходит. Для этого я вам приведу парочку примеров, которые я совершенно случайным образом однажды, когда-то, я даже не помню, вычитала где-то, они мне запомнились. Совершенно не важно, действительно ли они были. я думаю, что в их действительность вполне возможно поверить. И я думаю, что если это был не Вася, не Петя, не Коля, то где-то в другом месте был такой же Вася, Петя, Коля, с которым все-таки это происходило. Один пример, это когда подросток, еще не взрослый мальчик на пожаре выскочив из горячего дома, понял, что там осталась еще его маленькая сестричка, и он бросился снова в огонь. Второй пример, тоже очень похож на него, это когда маленькой сестричке уже гораздо меньшего мальчика, мальчику самому, по-моему, лет 9 или 10 требовалось переливание крови, и нужно было кровь той же группы срочно, и когда ему объяснили, что нужна кровь, чтобы спасти ее, он задумался на некоторое время. Видно было, что ребенок не совсем понимает сам процесс вот этого переливания крови, то есть он даже не понял, что у него крови возьмут совсем немножко и отдадут девочке, а мальчик понял, что он должен отдать всю свою кровь своей сестренке, чтобы она выжила, и немножко подумав, он сказал, да, забирайте всю мою кровь, я согласен умереть, то есть вы видите, этот бедный ребенок ему не потрудились сразу как-то объяснить, вот посчитали его как взрослого, да, то есть ему сказали по делу, да, вот, а ребенок же по-другому все это представляет, он сразу представил, что его кровь уйдет от него и перейдет туда, и подумав 2-3 секунды, он согласился. вот, давайте рассмотрим два этих примера. Во-первых, казалось бы, здесь нет никакого прекрасного дозайна, может кому-то это так показаться, что здесь нет дозайна, но на самом деле, конечно, здесь есть дозайна, вот, и оба поступка есть дозайна, вот, потому что на лицо вот это самое решилось. Но почему я взялась рассматривать такие примеры? Мне показалось, что на этом примере мы можем увидеть нечто такое, что, к сожалению, теряется в экзистенциональной философии. почему-то не выделяется в ней и не замечается, в том числе даже и Хайдеггер. Что же я увидела в поступках этих мальчиков? Ну, вот тот, который был подростком. мне кажется, что в этот момент, который происходил, чтобы повернуть назад к горящему дому, вот, давайте посмотрим, подросток бежит от дома, он спасает себя, да, спасает свое собственное существование, то есть естественная реакция, да, естественное поведение, как мы любим говорить, что люди поступают, ведут себя естественным образом, да, но оказывается, что человек вообще начинается не тогда и не там, где он ведет себя естественным образом, а он начинается там, где он ведет себя не естественным образом, в какой-то момент к нему приходит мысль, он вспоминает, что а там же осталась, да, моя сестра, там же осталась моя сестра, и вот в этот момент мне кажется, в этом человеке должно произойти то, что можно было бы назвать отрешенностью от самого себя, в этот момент он должен забыть самого себя, и вспомнить о чем-то другом, да, то есть, вот когда он помнил самого себя, он бежал из пожара, да, а вот он вспомнил о чем-то другом, да, крайне важном для него, и вот смотрите, тут что же является собственным, именно своя жизнь или вот это, то, что тебе дорого в ней, и происходит какой-то момент, в который нужно отстраниться, ситуация настолько быстро развивается, что если ты сядешь и будешь прикидывать варианты, да, по поводу себя, а не сгорю ли я там, да, а как мне будет, и так далее, то ты, естественно, никого не спасешь, то есть, если человек, если мы скажем про человека, что он взвешивает, да, или он рационально поступает, то мы увидим другое поведение и другое отношение, а здесь можно было только остановиться, развернуться и броситься в огонь, посмотрите, как это мгновенно происходит, мгновенно пришла мысль, мгновенное отрешение от себя, и только отрешившись от себя, то есть, вот я, моя жизнь, не входит в условия размышления, как такое вообще возможно, да, вот, нам обязательно нужно на это посмотреть момент, ведь, как мы вообще говорим, считаем, как мы живем, жизнь, жизнь одна, да, жизнь, наша жизнь это главное, да, не будет жизни, ничего не будет, да, вот, как вообще можно жизнь не учитывать, да, ну, там, понятно, что ее не хотят учитывать нигде, мы возмущаемся, там, в каких-то бюрократических системах ее не хотят учитывать, да, вот, но мы же несем ее, как такую подлинную ценность, да, и даже если мы чем-то рискуем, то считается обычно, что человек все-таки осмысляет риски, да, осмысляет как-то риски, он идет на них, вот то, что мы привыкли под решимостью понимать, что, да, мы понимаем, что мы можем там погибнуть и так далее, но вот важнее то-то-то, мы вот так как-то это видим, что это происходит, а я хочу вам показать, что это происходит вообще совершенно не так, на самом деле в этот момент моя собственная жизнь или мое собственное существование как будто исчезло, оно вообще не ставится на карту, то есть оно не то, что там взвешивается, оно вообще не предполагается, можно сказать, это еще более жестоко, я уже умер, то есть я уже согласился со своей смертью, и вот вы знаете на втором примере маленького мальчика 9 лет, я специально их вместе вам привела, там это хорошо видно, то есть я уже согласился на свою собственную смерть, я сейчас думаю о другом, со мной уже все понятно, значит, вот этот момент переживания и называется отрешенностью от самого себя, рассматривается все, что угодно, но только не я сам, рассматривается важное и ценное само по себе, вне зависимости от меня, да, это я так решаю, что оно важно, но вне зависимости от меня, и вот этот момент отрешения, отрешенности, когда ты сразу поворачиваешься и бежишь, вот без него и сама решимость невозможна, она просто не сформируется, это не сформируется, и переходя к примеру переливания крови, мы это видим даже поэтапно, нужно было две или три секунды, чтобы собраться с духом и понять, что да, я согласен умереть, лишь бы вот этот человек жил, моя сестренка, чтобы жила, то есть решение и решимость, о котором так много говорит Хайдеггер, невозможно без какой-то второй ее стороны, без отрешенности, необычно звучит, почему необычно, потому что про решимость мы говорим так сказать, принять собственную, самую собственную возможность быть, а про отрешенность мы говорим вообще полностью отказаться от себя, да, то есть отрешиться от своего собственного существования, как это совместить, но мне кажется, что пока мы не воссоздали вот эту вторую, ускользающую все время от нас половину, мы как раз и не поймем, что происходит в этом моменте, мы как раз и запутаемся, мы не поймем, откуда же берется сама решимость, потому что не бывает вот только одной стороны медали, вот это вот отрешение и решимость они вместе, они как противоположные вектора, да, я могу решиться только потому, что я уже от самого себя отскочил, и тогда я могу самого себя полностью, без всяких условий, то есть безусловно посвятить чему-то вот другому, но это другое на самом деле оказывается настоящий подлинный я, потому что во мне загорается то, что более значимо, чем даже моя жизнь. Интересная такая, да, запутанность, и вот эти житейские буквально примеры, они нам подсказывают, что в общем-то это не то, что там какая-то сознательная тренировка, да, это не еще что-то там другое, третье, пятое, десятое, куда здесь помещать вот эти все страхи, там, ужасы, отчаяния, куда их помещать все эти штуки в подростка, в девятилетнего мальчика, где они? Может быть, они уже как-то с этим и встречались, раз девятилетний мальчик говорит про умер, значит, он как-то все-таки для себя это представляет, понятно, да, это так, если бы он совсем не представлял, он бы не мог от этого и отрешиться, но все же, мы же не можем там накопать какую-то глубокую скуку от нашей жизни, да, уставшись, там, да, или какую-то там глубокую тоску, да, или какой-то тянущийся там страх смерти, там, и так далее, и так далее, вот все то, что мы обычно приписываем взрослому человеку и прочее, 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 да, и в то же время налицо факт совершения этого наступающего через свою собственную решимость. Так что с ужасами, страхами, отчаяниями нужно быть очень осторожными. Давайте не будем их спешить, привлекать напрямую вот к этому дозайн и к его решимости. Давайте еще покопаемся в отрешенности. Это очень интересный механизм. Попробуем рассмотреть его отдельно даже от решимости. Вообще его слово отрешенности наталкивает нас на мысль о том, что они очень даже связаны, правда, да, отрешения, отрешенности. кажется, что нам здесь говорится, что как раз человек уклоняется от решения, да, может так нужно понимать, что он уклоняется от решения, да, но тогда бы странно было, как он тогда как раз выходит на решимость. Наверное, здесь какой-то иной смысл. Может быть, он уклоняется от чего-то другого при помощи решения, то есть отрешения имеет в виду, что, допустим, там поступок от надежды, да, или то, от чего отталкивается человек, то есть от какого-то уже совершенного решения получается какое-то отрешение. Может быть, и так, может быть, и так, очень интересно, но взглянем на эту отрешенность. отрешенность как таковую, вот этот механизм, который оказался неучтенным в экзистенциальной философии, он и зря, потому что под всеми страхами, под всеми ужасами, под всеми отчаяниями на самом деле скрывается вот это, вот это базовый механизм. И его мы можем найти у мастера Экхарта, того человека, который до сих пор считается одним из гениальных мистиков, ну, я когда-то уже по этому поводу говорила, что если у нас такие мистики, то тогда как назвать наших реалистов, вот, потому что эти самые мистики оказываются в тысячу раз более реальными, чем наши реалисты-материалисты. Майстер Экхарта относится тоже к моим любимым авторам, и у него есть произведение, которое так и называется «Об отрешенности». Всех приглашаю его почитать, всех приглашаю об этом подумать, но поскольку мы сейчас с вами не на дистанционном обучении, которое проводится таким образом «Открой параграф, сам прочти, сам ответь и сам сдай», вот, несмотря на то, что наши лекции дистанционные, я не принимаю этот способ, вот, мы сейчас с вами все равно сами думаем об этой отрешенности, если кого-то очень сильно заинтересовало, читайте Майстера Экхарта, вот, к сожалению, у Хавегера, у Яспорса, вот, этой темы таковой вы не найдете, а жаль. что же такое отрешенность? Ну, вот, тянет меня теперь уже на художественные примеры, вот, я начала с реалистичных, начала с каких-то совершенно негромких, да, что называется бытовой подвиг, да, вот, но в нем же все то же самое. А теперь тянет на художественные. Вот давайте из художественных возьмем те, которые милы нашему сердцу и всем знакомы. Алые паруса Грина, да, Ассоль. Почему Ассоль, как только видит алые паруса, да, то сразу тут про нее даже не скажешь, что она решается на эти алые паруса, да. Вот, смотрите, недаром здесь следует подмечать все такие оттенки. Иногда про человека, который совершает решительные поступки, оказывается, как-то даже и не скажешь, что он на что-то решается. А почему это так? А потому это так, что этот человек вообще-то на самом деле давным-давно уже это решил. только чего-то не хватало ему, чего-то не хватало, какого-то какой-то малости, какого-то толчка, какого-то совпадения извне. Ну, мне на это ответят, как же можно так решиться, что и не решаешься. вот понимаете, почему я вообще завела вот этот разговор? Именно потому, что читая просто экзистенциальную философию и в том числе всего лишь Хайдеггера, такие вопросы вполне могут прозвучать. Вот так мы читаем у Хайдеггера и мы так и поймем, что если кто-то решился, то он уже решился, то есть он должен считать как бы там под фанфарный бой, под бой барабанов, да, что-то должно происходить. Но, ребята, нет, все гораздо, гораздо сложнее. В реальности все гораздо сложнее, чем это можно как-то уловить в теории. Так давайте же посмотрим на Ассоль. в некотором роде она уже давно решила, что она не здесь. И поэтому, увидев Алая Паруса, она легко, да, легко исполняет себя новую. Мы не видим какой-то так называемой решимости. Мы ее не видим потому, что она была значительно раньше. она уже свершилась в ее фантазиях, в ее понимании в том, что должно быть жизнью, что должно быть названо жизнью. И мне кажется, что вот этот момент, как раз и может, который вот упускается, как раз и может быть назван отрешенностью. Ассоль хороший человек, добрый, но он живет не совсем там, где он должен жить, этот добрый человек. Какой-то другой мир, какие-то другие образы преследует Ассоль. Ее преследует образ этих алых парусов, ее преследует образ более свободной жизни, раскрепощенной. И она вроде бы вот тут, да, среди своего неказистого хозяйства находится, но от этого хозяйства она отрешена. И вот здесь, на этом примере, мне кажется, мы лучше поймем, что же такое есть от решение, от решение, вот это. Мы говорим про человека, он от этого отрешен. Ну, ну, что это, ну, отрешен? Ну, может быть, он, его это не касается, да, или что это такое, вот, что под этим подразумевать? Ему это неинтересно, да, какие там еще варианты будут. В конце концов, спросим, ну, вот, досман, он же, наверное, тоже отрешен просто от чего-то. Нет, ребята, вот, об этом и радеем, чтобы понять, кто же такое отрешенность. Досман не отрешен, досман отчужден от самого себя, отчужден. Досман сам себе чужд, незнаком, с таким человеком, как я сам, я незнаком. Вот, как должен был бы сказать, досман. Про соль такого не скажешь. Здесь, скорее, все с точностью да наоборот. Асоль слишком близка к себе, слишком хорошо знакома самой себе, для того, чтобы находить саму себя посреди того, что ей предлагается. но поскольку ей не за что уцепиться, для того, чтобы стать самой собой, то она находится в состоянии отрешенности. В этом состоянии очень трудно дать характеристику, кто от кого отстает. Мы фактически говорили в самом начале, что ты должен забыть про себя. забыть про себя. Но здесь может быть такая игра тонкая. Как раз про себя-то основную, главную, асоль не забывает. Она отрешена от какой-то себя существующей сейчас. И в каждом моменте эта отрешенность не сказывается. Вот чем-то занимается, витает там где-то совершенно в других местах. И фантазерка, можно сказать, или фантазер, как обычно про таких людей говорят. «Скорый» мы на грубые определения. Скорый. Нет, не просто фантазерка. И вот эта отрешенность, она ведь может быть даже вполне долгим состоянием человека. у меня вообще есть такое подозрение, что все великие люди обязательно обладают определенной степенью отрешенности. И именно поэтому они так быстро решаются на какие-то важные вещи, которые возникают перед ними. именно поэтому им не нужно в тот момент, когда все происходит, заново собираться, заново что-то осмыслять, они готовы, они уже готовы. Почему? Потому что они уже что-то заранее решили. Очень интересный момент, заранее решить. Как такое вообще возможно? Заранее себя самого предвосхитить. Ведь в алых парусах Грина мы видим это предвосхищение. Оно нарисовано именно так, что осоль буквально видит свое будущее, она грезит своим будущим. Кстати, сам по себе вопрос в точечку. Ведь с будущим так хуже всего. Люди понимают, как вообще можно будущее переживать в настоящий момент. А вот осоль то, чем она держится, чем она живет, отними у нее это будущее, и она просто зачахнет. То есть, если у нее не будет этого будущего, не будет и самой осоль, которую мы знаем. Значит, она сейчас уже живет своим будущим. Она знает, что это ее будущее. Она уверена в своем будущем. И вот будущее сбывается. вот как будто бы и все великие люди, они вот так заранее для самих себя предрешены. Вот это выражение предрешения, предвзятия, предвосхищения, оно есть у Хайдегера, оно свойственно Хайдегеру. С этой стороны Хайдегер немножко его касается. Правда, не в тех тональностях, которые сейчас поднимаем мы. Но он обращает на это внимание, что вот это предвзятие, там у него есть, предвосхищение и так далее. Ну, точно так же можно сказать и про решение. Предрешение. Уже все решено. еще не наступили события, а уже все решено заранее. И посему получается такой казус, что это для человека легко. То есть кажется, что для него это легко. Как там Башлачев пел, мне будет легко умирать. Почему тебе будет легко умирать? Ну, потому что, наверное, он уже через это прошел. как стойки точно так же говорили, да, то есть тренируйтесь умирать, или философия умирания, вот, и тогда это будет выглядеть как легко. Хотя за этим легко скрывается настоящая трудность. Она была просто прежде. Она опередила события. то есть мы имеем перед собой людей, которые опережают события. Опережают. И готовность может быть обозначена, наверное, именно таким образом, как опережающее событие предрешение. Готовность как опережающее событие предрешение. И предрешение имеет характер отрешенности. его можно даже прощупать. Скажем так, Дасман, он живет уже понятым языком. Он в нем растворен. Он отчужден от самого себя. А свободный человек, ну пусть это будет Декарн, пусть это будет Спиноза, проходит через эти слухи о самом себе, как нож через масло. Кажется, что они его вообще не задевают. Но это же нужно иметь какую отрешенность от этого, то есть даже на это не реагировать. Но почему человек на это не реагирует? он уже имел некоторый опыт встречи с этим, он уже знает, что это такое, и он уже дал себе ответ. В нем уже имеется решительность по этому поводу, решение. Эта задача для него уже решена. то есть для того вундеркинда, который получает на руки контрольную работу, многие задачи, которые он видит, уже решенные. И он легко с ними справляется. Он уже раньше что-то такое решал. Вот и здесь уже решенность, отрешенность, уже решенность или отрешенность. И это не касается, не касается его. Не потому, что он дубовый, не потому, что у него слоновая кожа, не потому, что он невосприимчивый, не потому, что он в гордыне. Когда оппоненты пишут Декарту свои возражения, то там я обращала внимание на это хорошо видно и заметно у Декарта, что на ряд вопросов, на ряд возражений, которые ему пишут, он вообще не отвечает. Но не потому, что он уклоняется от ответа, а потому, что это ниже уровня Плинтуса, ниже его достоинства, он понимает, что этому тратить свое время посвящать не стоит. И здесь уже все решено, кто бы его там не называл кем, кто бы не обижался и так далее, все решено. Вещи настолько серьезные происходят, что некогда тратиться на вот эти несущественные штуки. И это и есть от решения. То есть, у такого человека мы видим мощнейшее от решения. И это столь важно потому, что нигде нельзя пощупать как бы его решение самого по себе. Мы привыкли, что решимость это всегда какая-нибудь там выдвинутая вперед челюсть, дикие глаза, машем кулаками, куда-то прем. Ну, когда иногда бывает, конечно, там решимость духа, стойко что-то выдерживаем, но все равно ее можно увидеть. А я обращаю ваше внимание на то, что в форме от решенности эту самую решимость можно и не увидеть, ее можно не распознать, но она там есть, она скрылась в глубине и она там присутствует, она там работает. И можно даже сказать еще и так, что решимость как таковая она вообще мягко говоря ненадолго. То есть вот то, что мы видим непосредственно шаг поднялся над баррикадой или прыгнул со скалы с самим собой изобретенными крыльями там, да, вот там или еще на что-то решился. Жизнь не может протекать в бесконечной череде вот таких щупаемых решимостей, да, но со свободным человеком эта решимость остается всегда и она находится вот в этой можно сказать скрытой форме. Мы любим выражаться латентной, но здесь это не подходит. Латентное это то, что не стало доступно нашему сознанию, то есть запечатанное от нас самих, а лучше говоря, а здесь не запечатано от нас самих, просто оно вот такой вот потаённый, как выражается Хайдеггер, да, вот это раскрытие сокрытого, раскрытие сокрытого происходит в наглядной решимости, да, а всё остальное время, так сказать, отдано вот этому сокрытому, сокрытой решимости. Эта сокрытая решимость правит нашим миром гораздо сильнее, чем та решимость, которую мы можем схватить за руку, вот, и здесь мне почему-то хочется сказать, хотя не знаю, насколько это будет обосновано на самом деле, но я тоже верну и скажу, что мне почему-то кажется, что вот тот мальчик 9-летний, который сказал, да, пусть мою кровь заберут, а сестрёнка будет живая, мне почему-то так кажется, что даже этот малыш мог уже раньше подумать о своей смерти, видя смерть других людей, и может быть даже что-то решить по этому поводу, вот запросто, запросто, мы не подозреваем, как всё это происходит у человека, то есть, если мы его увидели такие пограничные ситуации в этой отрешённости, он её проявил, вот, то значит, раньше было это решение, было, там, скажем, Михаил Ломоносов, сын обыкновенного рыбака, решил пойти в столицу, да, решил другую жизнь вести, но здесь как бы мужской характер, который решил и пошёл, да, но даже у мужского характера есть тот период, в который он как-то решается, то есть, есть всё равно этот период отрешённости, и он крайне важен, вот это опережающее событие решения, оно есть решение побеждающее, поскольку ну поскольку опять же мне кажется так, что если всё-таки человек не решал какие-то важные вещи для самого себя в должной мере, и у него нет какого-то такого опыта, а вот он всё время ускользал или отлынивал, он даст просечку или осечку и в пограничной ситуации. Может быть и нет, может быть как говорится его дожмут там и поставят впервые перед проблемой, но в любом случае вот этот вот момент поймать момент и ответить на него вот так истинно по-человечески возможно только с некоторым предрешением. Но это действует повсюду, я ориентируюсь на то, что это действует повсюду. Великие художники, чем больше они приобретают мастерства, тем больше они приобретают предвосхищение. Они ещё не нарисовали свои картины, но они уже чувствуют, уже видят, какими эти картины должны быть. В них уже работает это предвосхищение. Вот так же работает и предрешение и выступает в форме отрешённости. Я не всё принимаю, как говорил Сократ, как хорошо, что в мире существует так много вещей, которые мне совершенно не нужны. вот она замечательнейшая краткая формула отрешённости. Это уже не моё, это не я. Я себя с этим не связываю. Конечно, такому человеку, даже когда его привели на суд, как Сократа привели на суд, то уже не нужно трепетать и думать, принять ему или не принять, что происходит, он уже туда пришёл с предрешением, он уже предвосхотел, он уже предвидел свой смертный приговор, он уже знал, как он поступит в каком-то роде. Это не значит, что ничего не происходит, это значит, что это происходит в полной мере свободно. Сейчас это свершается, то, что в нём уже как бы зачалось какое-то семя. Это семя, он нёс своей душе и потом оно свершается. И вот почему во множество случаев мы сталкиваемся с лёгкостью. Лёгкостью. Это знаете ли, как опять же восточных единоборствах, когда какой-то профессионал классно машет руками, но всё это ещё с напряжением и всё это ещё с какой-то такой излишней собранностью, то наверное он не мастер самого высокого класса и не гуру. Гуру начинается с тех уровней, когда кажется, что он ничего не делает. Ничего не делает. Просто стоит, он расслабленный, нужно становится стойко, он не становится, он как-то так несерьёзно относится ко всему. Ты машешь руками, он тебе не отвечает, всё как-то происходит непонятно что. А на самом-то деле понятно, на самом-то деле понятно, всё предвосхищено уже, всё, что дальше произойдёт. Ты там машешь руками, он уже видит, куда ты там будешь махать через 20 ходов. То есть уже проработано заранее, уже упакованно и режит. И такой человек находится на вершине отрешённости. И такому человеку решение даётся как лёгкость бытия. Но это лёгкость бытия, это не та лёгкость, которую практикует Дасман. цве 0, с даплодисуне даплодисуне